И всем привет, дорогие друзья! Это третья часть туториалов по анимации Contribbles. Сегодня конкретно мы займемся маппингом. Итак, для этого нам нужна карта. Карту можно рисовать прямо здесь, но я предпочитаю делать это в пейнте. Не знаю, мне как это тут попривычно. Итак, для начала мы должны найти карту Европы. Максимально детализации, какую только сможем найти. После чего мы берем кисточку, ставим здесь на двоечку. Да, разрешение 1920 на 1080, это минимум. Меньше, чем такое разрешение, ставить точно не надо. Вот здесь вот отключаем сглаживание. Вот так оно включено. Вот так мы его отключим. И создаем новый слой. И начинаем рисовать по контуру полностью. Вот так вот берем и обводим полностью контр Европы, полностью всех границ. Это займет у нас достаточно много времени. Но поверьте, оно того стоит. Лучше работать со своей картой, чем качать чью-то карту из интернета. По крайней мере я топлюсь за то, чтобы все рисовали свои карты. Но конкретно для нашего туториалов сейчас это будет сильно долго. Поэтому давайте нарисуем какую-то конкретную часть. Итак, я выбрал Великобританию и Ирландию. Так сказать, устроим между ними войну. Итак, берем нашу кисточку. Создаем новый слой, это важно. И начинаем полностью обводить контур. Делать это нужно максимально аккуратно и детализировано. Итак, я закончил все обводить. Делать это нужно максимально аккуратно. А то один раз дернуйте рукой и Лондон уйдет под воду. Или подарите какой-нибудь стране, какой-нибудь город, не принадлежащий ей. Итак, после того, как мы сделали границы. А давайте-ка заранее напишем границы, чтобы потом не путаться. Убираем галочку с фона. И вот наши границы. Делаем новый слой под границами. Это у нас будет... Это у нас будет океан. Давайте выберем цвет для океана. Вот такой. Я люблю более темный тона. Делаем еще одну. Один слой. И выделяем... Так, заходим на границы. И с помощью волшебной палочки, зажимая Ctrl, выделяем все, что мы тут нарисовали, включая острова. Отлично. Вот мы все и выделили. Переходим назад на слой ниже границ. Выбираем заливку. И выбираем стандартный цвет. Допустим, зеленый. Да, неплохо подходит. Зажав Shift, мы сразу заливаем все. Снимем выделение. Отлично. Вот так у нас это выглядит. Я считаю, достаточно неплохо. Но следует добавить тени для воды. Можно добавить мелководье. Можно добавить тени для прибрежных зон. Давайте для начала займемся мелководьем. Создаем слой выше воды, но ниже границ. Так, теперь нам надо пройтись по границе белой водой. Ну, белым цветом на вот этом вот слое. Итак, делаем побольше кисточку. Делаем... Ну, вот еще включаем сглаживание. Вот, думаю, на десяточку должно хватить. И просто проходим вот так по контуру. Отлично. Вот мы все это и закрасили. Теперь, теперь нажимаем эффекты. Размытие. Размытие по гауссу. И где-то, думаю, на соточку должно хватить. Да, идеально. После чего заходим. И делаем прозрачность. Где-то на 140. Сейчас посмотрим, как это... Да, выглядит неплохо. После чего поднимемся, даем слой. Заходим на наш этот слой. И объединяем с этим слоем. Далее нам надо сделать границы. Тень. Б***ь, я себе п***ла. Теперь нам надо сделать тень границ. Итак, это очень просто. Создаем копию слоя границы. И вот на нашем втором, который внизу, создаем прозрачность. То есть, опять-таки, эффекты размытия, размытие по гауссу. Здесь уже хватит 20. Сейчас посмотрим, как лучше. Да, 20 вполне себе хватило. Теперь. Теперь нажимаем вот сюда вот. Выделяем воду. Потом приходим сюда. Удаляем, чтобы не было тени на этих. То же самое делаем так, по поводу границ. Выделяем внутри все. Все острова выделяем внутри. Выделяем. Отлично, мы выделили все слои. Переходим на свечение. И удаляем. Потому что в анимейте слои будут расположены немного другим образом, и чтобы оно не залазило друг на друга. Также воду я неправильно сделал. Удаляем ее. Удаляем. Берем границы. Нажимаем за границами волшебной палочкой. Переходим опять на воду. И заливаем так, чтобы внутри было полое пространство. Итак, теперь надо перенести все это дело в анимейт. Вот я создал папку. Давайте назовем его карта. И создадим там несколько слоев. Вот столько должно хватить. Итак, первый слой у нас будет... Сейчас, давайте определимся. Как я уже говорил, здесь будут немножко располагаться не по-другому. Но давайте для начала распределим их, как они есть тут. Давайте. Все, теперь мы можем создавать следующую папку, чуть повыше этой. И добавлять туда наши болы. Я этого делать не буду, потому как не вижу смысла. Я думаю, с этим вы уже и сами справитесь. Итак, как же нам сделать войну? Давайте для начала в пейнте поменяем территории. Ну, цвет территории. Потому как нападающая сторона у нас красная. А защищающая сторона у нас синяя. Использовать будем темные цвета. Не знаю почему. По-моему, это выглядит намного лучше. Не понимаю, как можно использовать токсичные яркие цвета. Потому как если выбрать просто красный, это выглядит вот так. На мой взгляд, это достаточно хреново выглядит. Поэтому делаем все темным. Так сказать, у нас вселенная DC. Отлично. Вот мы закрасили все темно-красным цветом. Теперь надо сделать Ирландию темно-синий. Вот такой вот. Отлично. Давайте скопируем теперь наши нынешние территории. Перейдем в анимейт. Территория. И добавляем... Упс. Давайте поставим везде замочки, кроме территории. Ровно. Ровно. Отлично. Так. Теперь будем делать войну. Давайте добавим новый слой. Назовем его Война. Он у нас должен находиться под... Получается, под всем, кроме территории. Территория должна быть в самом низу. А Война чуть выше территории. Вот. Это... Вот так вот должны быть расположены слои. Запомните это. И располагайте их так. Давайте теперь... Сделаем меньше нашу временную... Временную шкалу. Добавим немножечко промежуточных кадров. Пусть у нас сначала секунду ничего не будет происходить. Вот. И потом начнется Война. Итак. Начинаем создавать анимацию Войны. Давайте приблизим. Так. Выбираем кисть. Размер. Вот. В принципе, такой пойдет. Отлично. И выберем теперь цвета. Первый цвет у нас будет... Итак. Атаковать у нас будет синяя сторона. Поэтому нам надо выбрать для начала светло-синий цвет. Ой. Почему синяя, если красная? Светло-красный цвет. Так. Что-то я не могу здесь выбрать нормальный цвет. Отлично. Давайте немножечко схитрожопим. Где у нас Paint? Отлично. Вот здесь вот мы выберем вот этот вот цвет. Светло-красный. Сам это. Скопируем код нашего цвета. И добавим его в Animate. Вот сюда вот скопировали. Отлично. И... Так, где у нас тут? Слой у нас тот. Все отлично. И просто вот так вот обводим. Конечно, думаю, надо было все-таки поменьше ставить... Как его... Как его... Кисть. Также, если рисовать карту сразу в Animate, у вас не будет вот такой вот хреновины. Она появляется без понятия по какой причине. Ну, сдалека этого все будет не видно. Я давно не занимался маппингом. Мне проще это делать в Paint, чем в Animate. Так, подождите. Перегну уже. Во. Отлично. Нажимаем F6 и выздать ключевой кадр. И теперь берем темно-красный цвет. Где он у нас? Отлично. Опять-таки копируем. В Animate можно создать свою палитру. А, по-моему, она у меня есть. Я точно не помню, как создается палитра. А, можно просто вот так вот. Отлично. На втором кадре мы заливаем это. И начинаем рисовать по новой. Так, давайте выберем цвет. Где наша пипетка. Выбрали, переходим. И делаем вот так вот следующую... Следующую линию. И вот так вот мы будем это делать. Каждый кадр все больше и больше и больше. Да, это занимает очень много времени. Тут я спорить не буду. Но на выходе мы получим красивую анимацию войны. Я считаю, что это стоит того. Так, вспомни бы, как создавать свои палитры. Я помню, я это делал. Ну ладно, если вспомню, покажу. Упс. Не туда. Вот здесь мы это делаем. Отлично. Отлично. Я вспомнил, как добавлять свои цвета. Нажимаем свойства, цвет. Либо же тут сразу выбираем цвет. И вот здесь вот мы вприсываем нужный нам цвет и добавить в образцы. После чего, вот здесь вот снизу у вас появляются нужные нам цвета. Так намного удобнее. Все. Теперь дальше продолжаем делать нашу анимацию войны. Итак, я закончил делать анимацию. Заняло это примерно минут 20. Вышло у нас примерно полторы секунды анимации. Конечно, можно делать, выбрать намного более маленькую кисть. Хотя бы раза в два. Ну и в принципе можно и фпс сократить, если хотите более долгую анимацию. Но, смотрите, что вышло. Да, опять-таки, повторюсь, можно сделать кисть помельче. И тогда будет вообще шикарно. Хотя, на мой взгляд, и так все вполне себе прекрасно. Давайте еще разок. Я считаю, время потраченное на это того стоит. Ну, добавить болу вы сможете и сами. Далее, после того, как страна захватила, опять-таки, просто удаляете вот эту границу. И все. И потом, опять-таки, берем территории зеленого цвета. Типа, война закончилась. Синим цветом то же самое, что и с красным. Берете светло-синий, делаете захват. И темно-синим потом на следующем кадре закрашиваете. Все то же самое, только другие цвета. Можно вообще делать не из двух цветов, а из трех цветов. Это намного красивее, но и намного дольше. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписываемся на канал. Взмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok